Друзья, всем привет! Снег практически растаял, и я хочу сегодня провести небольшую экскурсию по своей территории. Вот что значит покупать дом зимой и еще и на новостройке. Что только не оттаяло, что только не вылезло после снега. Но вот, как вы видите, вот этот забор граница наших соседей. Дальний забор это граница нашего участка. Вот здесь было заложено застройщиком, как сказать, ленточный фундамент под забор. Это фронт нашего дома. Хороший заезд в гараж, все забетонировано, вся улица забетонирована. Заметьте. Начали уборку территории, но это только еще начало. Снег еще сошел не весь, поэтому работы еще много. Так, и далее. Вот здесь у нас будет заборчик, калиточка. Дальше опять забор. Вот таким образом вынесены счетчики. На столб. И столб является границей наших участков. То есть вот здесь это уже не наша. От дома до этого столба еще 3 метра. Это наш участок. Септик. И сейчас покажу задний двор. Сейчас нахожусь с обратной стороны. Вот тот столб с счетчиками. Где-нибудь. Вот так будет забор. Планируем то же самое сделать. Ленточный фундамент. И в таком же порядке его поставить. И вот наш задний двор. Здесь 4 метра. Планируется беседка, сарайчик. И всю остальную территорию. Все место, которое будет пустым. Конечно же будем использовать под огород и цветы. Покажу с этой стороны. Вот там, где я показывал, будет у нас заборчик. Здесь от дома до забора 4 метра. В принципе, вполне достаточно. Что-то будем здесь делать. Наверное, перила. Или продолжать ступеньки в ту сторону. Посмотрим, насколько это будет мешать. Вот такой склад мусора тут остался. После стройки. То есть уборки еще слишком много. Они еще здесь не приступали убирать. Потому что снег еще лежит. Видите, вот под заборами лежит снег. Что-то пытались они сюда завести, видимо, черную землю. Навалили прямо на траву. Ой, как это все обрабатывать, я не знаю потом. Как любую целину. Тоже придется вложить много труда. Вот так это выглядит с этой стороны. Так красиво повело декоративную отделку на фундаменте. Это мне тоже очень не нравится. Не знаю, что с этим делать. Пока все так и оставим. Может быть, отделываю профилем, как соседние дома. Так, ну что еще показать. Вот здесь, видимо, месилий бетон. Цемент, песок. Все это обещали убрать. Я думаю, уберут. И здесь въезд в гараж. Вот когда наведем порядок, поставим заборы. Тогда уже будет чувствоваться, что это наша территория. Наш дом. А не стройка. Пока еще только внутри дома чувствуешь себя хозяином. Но он не на территории. Здесь территория еще совсем не готова. У меня слишком много работы внутри дома. Поэтому территорию мы оставим на потом. Вот здесь, кстати, сделана подсветка. Фонарики. Но опять же, вот косяк. Взяли, помяли профиль чем-то. Вот это мне вообще не нравится. Там помято, там побито. Все сделано неаккуратно. Я уже не говорю о заборе. О основном заборе. Профиль которого помят настолько. Есть у нас идея снять помятый профиль, заменить его целым, помятый порезать на полоски и зашить вот здесь, под забором. Потому как заливать я здесь бетоном не хочу, чтобы вся вода с участка уходила именно за территорию, не оставалась здесь за счет бетона. И еще очень большой минус этого дома. Здесь ни на одном доме не сделаны слилы. То есть слив с крыши вообще не предусмотрен. Мало того, напуск вот этой металлочерепицы, он практически вообще отсутствует. Вот так. Если даже захочешь сделать что-то вроде слила, я не знаю, как его сюда навешать. Настолько сэкономлено на металлочерепице. Ну посмотрим, жизнь покажет. И как я уже говорил, больше всего радует вот эта стройка. Два девятиэтажных дома, которые они здесь затеяли. И вот эта грязь, которую здесь развели у нас под забором. Куча так и продолжает пребывать. Ходили в администрацию, жаловались за стройщику. Кому только уже не говорили, не звонили, не писали. Говорят, все делают по правилам. Все у них документально оформлено. На прямой вопрос, как же люди, которые здесь живут. Ну, отвечаю, чуть ли наплевать. Вот как-то так. Как-то будем уживаться с этим, не знаю. Обещают, по крайней мере, осенью все это вывести. Вот так выглядят тут местные коттеджи. За этой кучей то же самое продолжение улиц коттеджных. Дорога везде асфальтированная. Подъезд очень хороший к нашим участкам. Это тоже очень радует. Уже везде асфальт, и асфальт весь сухой. И также очень большой плюс. Татьяна, наверное, уже говорила в видео. Вот это поликлиника, а это школа и детский сад. Детский сад, он уже функционирует. Школу достраивают. Также к школе и детскому саду прекрасная дорога. Асфальтированная. Выполнена полностью с промленевками, с тропинками асфальтированными. Короче, в этом плане все здесь вообще хорошо. Если бы не вот эта стройка, которая все портит. Ну, рано или поздно она закончится. И я думаю, жить здесь будет прекрасно. Ну что ж, ребята. У меня на этом все. Обещаю показать чистый свой участок. Когда наведется здесь порядок. А пока у меня очень много работы. Я иду заниматься отделкой. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. И до новых встреч.